Всем привет! Это Рустам и Вероника. Русский фэмили влог. Погода у нас не улучшилась, до сих пор идут дожди, но дела делать надо, и поэтому мы сейчас выехали на рынок Самал купить продукты, но самое главное мы хотим купить там чай, упаковка килограмм. Асан, да, по-моему, называется? Да, Асан. Вот, мы смотрели во многих супермаркетах, цены разнятся. 2 800 был на Самале, а в супермаркетах за 3 тысячи. Вот, да, 2 800 на Самале и в других супермаркетах от 3 тысячи выше, поэтому мы решили поехать на Самал взять там. Ну и плюс в супермаркетах чаще всего самая максимальная, как бы, граммовка полкилограмма. Вот Аксера в Караганде у нас уже несколько дней. Дождь, дождь, дождь. Ощущение, как будто осень. Сегодня понедельник, ШГС закрыт, но мы поедем на Устанарбог. Он должен быть открыт. Все пусто-пусто закрыто. В будни зато так просто здесь не проедешь. Столько машин пробок. Телег. Телеги прям по дороге, кстати, вот здесь прям вот так ходят. Вот даже сейчас идут. То есть, ну вот, по обочине идут, а бывает, когда дорогу переходят. Прям по самой трассе, когда плотный трафик, они, конечно, затруднения бывают, отдают. На Сомале тут тоже большинство бутиков закрыты. Кое-какие открыты. Здесь ремонт, что ли, делают чуть-чуть. Парковку вот как-то огораживают. Хотят образумить, где въезд, выезд. А то здесь не было четких этих разграничений. Была просто открытая территория. Ага. Вот видите, вот в этой стороне бутики открыты. Вот про такой чай мы говорили. Тут целый килограмм, и он стоит 2 800. Ну, вообще нормальная цена. Это вот шестой корпус, второй бутик. Мы, конечно же, никуда не выходим без своих термосов. И в такую погоду теплый, горячий чай самое то. Спасибо, Веруське, что приготовила и сделала. С чабрецом это? Да. Вот. А также хотел заметить, что в плане кепки очень удобно. Не зря купили. Вообще не зря. Да, головные уборы в такую погоду. Просто была такая ситуация, я не помню. Ну, как бы помните вы или нет. Мы пришли, и эта кепка была на скидках, потому что она была теплая. Начался июнь, достаточно было жарко. Мы ходили в майках, в футболках. А я Рустаму говорю, да, возьми, все равно, классно. Ну, и осенью будешь носить. Подумаешь, там, через два месяца уже осень наступит в Караганде. И сколько прошло? Неделя? Ну, неделя-две. Неделя прошла, и, пожалуйста, вот он ходит в такой теплой кепке. Самое то, я вот сейчас выходил, вот пока шли, здесь вроде чуть-чуть, а такой ветер, дождь, и прям классно, тепло. Да. Ни разу не пожалел, знаешь? Да. Думаю, тебе тоже надо что-нибудь такое прикупить. Я все себе ищу шляпку. Просто пока не нашла. А мы поехали дальше. Давай зайдем здесь этот, про посуду. Посмотрим, работает ли. Она закрыта сегодня. Не работает, да, сегодня? Угу. Про посуду в понедельник закрыта. Так странно ехать по закрытому Самалу. Нет людей. Все закрыто. Нет этого кипиша, суеты. Как будто они Рына, да. Ну, вот каждый корпус сейчас подписан. В принципе, все удобно. Ни на. 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 Просто вот здесь вот особенно, где въезд и выезд, машины вообще не могут разъехаться. А ты, как пешеход, между этими машинами вот так вот вот ходишь, да. Ну, было неудобно, конечно, то, что нет отдельных дорог для пешехода и для машин. Вот этот минус. Странно, да, почему вот этот корпус один. Ну, как-то сделали ремонт, да? Да, может остальные тоже будут. Может быть. А вот она про посуду. Закрыта, я говорю, по понедельникам. Ну, да, возможно, нужен уже ремонт. Видишь? Старенький, да. Что это? Блицовка. Был, короче, такой желто-синий-красный будет, бело-оранжевый. Ну, судя по тому. Издание, да? Да, да, да. А вот здесь постоянно много машин. Да, вот именно вот здесь вот невозможно машинам разъехаться и пешеходам тяжело ходить. Нету четко вот этой дороги, она там сверху только. Там тоже людей много. Потому что все выходят, заходят. Очередь может быть еще в путик. Ну, на улице стоять. В дождевиках вот люди ходят. Потому что, честно говоря, дождь сильный и с ветром. Да, вот такие дождевики – это классная вещь. Ну, мы знали, что на Самале мало что открыто. Русик сейчас вспомнил, что в Караганде открылся магазин Доброцен. Мы там не были. Открылся недавно. И хотим заехать посмотреть. Может, там что-нибудь найдем интересное. Если что-то найдем, то вам покажем. Сегодня 21 июня. К примеру, сегодня международный день йоги. Международный день гуманизма. Прикинь. Скейтбординга. А также день селфи. Поэтому сегодня обязательно надо будет сделать селфи. Также, по-моему, 21 июня – день рождения Виктора Цоя. Поклонники многие, наверное, знают. У меня эта информация попалась в Яндексе. Помните, мы уже показывали, что светофор здесь закрылся, а открылся новый магазин Доброцен. Но мы не смогли попасть, потому что там шел еще ремонт. А вот сейчас уже открылся. Давайте посмотрим что там. Это вообще российский магазин. Уже шарики все полопались, правда. С собаками нельзя. Хорошо, что мы без собаки. Он такой же, как был здесь светофор, да, по этому, по объему. Но лучше расположение стало как-то. Вообще, знаешь, в чем прикол у таких магазинов, то, что здесь, получается, товар сразу как склад идет. Он сразу тут и хранится, и сразу тут продается. Не так, что просто выставочный зал, и где-нибудь в другом месте там вот стоят эти коробки. Мне вот эти тарелки понравились. 261 синге стоят. Прозрачные? Угу. Симпатия называется. Кстати, я не прям заметила разницу между светофором. О, вот эти кружки прикольные, да? Кастрюля алюминиевая. Такие кружки. О, смотри, Веройс. Такие стаканы. Но там как будто на дне что-то есть уже. Оттенок такой. И разных цветов, да. Это просто, чтобы придавать цвет, да? Допустим, воды. Первый раз такое вижу, ты видела? Да. Легка балтийская обжаренная. А, дурчики вот тут уже продаются вон. По четыре штуки. По четыре банки. И ящиками. Дядя Ваня вот такие. Рязанские. Что там, Веройска, с этой стороны? Здесь крупы, мука, макароны. Сначала думал, вода что ли, питьевая. Какая-то столовая такой. В пластике. Тут просторнее, да, стало? Угу. Ощущение, как будто что-то убрали. Да, лишние коробки убрали, ага. Это что такое? Отза 40? Нет, для анеказа. А, вот отза 40. Для чистки труб. Такие фирмы незнакомые, если честно. Это всё российское, короче. Российский товар. Прям производство российское? Да, вроде, да. Да, вот в этом и прикол получается, что тут же сразу и хранится товар, и для розницы. Ты видел цикорий сублимированный? Он в точно-точно вид, как кофе. Какой-то выглядит, да? Я такое не видела ещё. 584 тенге стоят. Ну, я вообще, в принципе, так не особо интересуюсь. Цикорий – это что за напиток? Тоже трава какая-то? Ну, это замена кофе. Смотри. КТС похожа. Вот. Да. Визуально вообще, наверное, так не отличишь. По запаху, наверное, отличается. Что много продукции. Это уже вот образцын, как сам свой товарный знак, да? Ничего себе. И вот такая упаковка 402 тенге стоит 150 штук. Ну, это в индивидуальной упаковке, да? Ну, да. Это пакетированный чай. Я хотела сравнить, который мы купили. А пойдём вот туда, может быть, там будет? А, здесь нету Асама, ага. Ну, вот только точно, это тоже пакетики, по-моему. Да. Сейчас смотри, тут получается 100 пакетиков по полтора грамма. Это всего 150 грамм, что ли? Да? Выходит. Угу. Ну, он небольшой, на самом деле, магазин. К чаю тоже. Вот, видишь, это Россия, Тамбовская область, город Тамбов. Различные... Печеньки, да? Печеньки, да, к чаю, десертики. Да, вот видишь, 600 грамм, вот 600 грамм. Это за коробку цена. За коробку, да, цена. Рулетики, чё, что-нибудь выбрали? Ну, да. Нет. Хлопья. Рузик. Кукурузные хлопья. Это за 122 тенгера. Бутылка, да. 2 литра. Дозированные. Упаковки 6 штук. А пойдём посмотрим, сколько пилот стоит. Да. Пойдём. Ого, вот такие, да, прикольные напитки? Такие? Да, 5-ти литровки. Тамаша. 304 тенге. Отличный вкус. С различными добавками. Вирусика хочет пойти посмотреть пиво. Подожди, Вирусик. Пойдём. Пиво посмотрим или сначала? Тут детское что-нибудь дали. Школа прошла уже, поэтому тут, наверное, уже так остатки. Ну, хотя скоро-то начнётся опять подготовка. Нет, ну, всё ходит в летние лагеря. Всё всё хорошо. Кстати, да, для летних лагерей сам это. Вот. Для рисования. Угу. Доски для лепки, да? Угу. Я сначала думал, коврик что-ли какой-то для мыши. Оооо, везде. Вот, везде. Вот, везде. Красивый. В комплекте что-ли идет? Угу. Ну, это пацанячий, короче. Да. Пацанячий вариант тетрадок. Одна тетрадка на три предмета, как минимум. С одной стороны, с другой и посередине. Смотри, ещё жидкость, пять литров. Для стёкол? А, нет, четыре, два литра, да. Смывайте стёкол, пятьсот четыре дорого? Нет, нормально, в принципе. Хотя я водой просто пользуюсь. Ну что за бруски? Ну что за бруски? Я это поднять не смогу. Ну что за бруски? Евродрова. О, нифига себе. Они тяжёлые, слушай. Я говорю, я с одной рукой не могу поднять их. Короче, у них, наверное, очень хороший жар, да? Пять килограммов брикеты и семьсот четыре тенге. Там вот, смотри, с какой-то внутри отверстие. Видишь? Преназначено для употребления пищи на открытом воздухе с помощью мангала. Ну вот, видишь. Что-то интересное, да? Они не имеют химического состава. Ну да, какой-то, видать, прессованный, это знаешь. Ой, такие тяжелые. Вот эти наборы нравятся. Да, но на самом деле очень выгодные. Только тут ручек нету. Там вот в светофоре были ещё такие ручки. А, чтобы переносить было удобнее. Здесь четыре тарелки, четыре стаканчика и четыре миски. С самым объёмом, да? Вот этот 5-3 лифта. О, мороженое тоже русский размазан. Вон, с крошкой. Золотой стандарт какой-то в новой упаковке. То ли это другой уже. А, вот, вот. Там ливаются. Замороженое. С курицей и ананасом. Семсот? Детей, восемьсот пятьдесят две там. Это для микроволновки? Ну, не знаю, может быть. Вот глины есть. Короче, полуфабрикаты, да? Ну да. Колобки какие-то с мясом. Вареники, пельмени тоже много всего. Вот, тут аж холодно прям. Такие вентиляторы или что это, да? Соусы различные. Майонез, сыр. А вот смотри, вот яйца турминские, категория S1, шестьсот восемьдесят пять, тридцать штук. Ну, это нормально. Это выгодно. Давай возьмем их. Фактически все то же самое, как и во светофоре, как и в других магазинах. Просто, возможно, другая продукция других брендов, как бы, других марок. Да, производители. Да. Решили мы взять яйца все-таки. Небольшой магазин, зато все есть уютно. Все в одном месте. А мы вот взяли яйца и как раз что-то, Вероника говорит, для туалета. Ароматизатор какой-то, да? Да. Короче, скромно мы сегодня, если честно. Рисунок со своего роста, в том, что здесь было кафе, да? Здесь раньше давным-давно было кафе «Аладдин». И вот на стенах даже остались еще… Рисунки, да? Рисунки, да. Рисунки, да. Давно оно было. Потом вот светофор появился и потом вот только там процент. Ну, прикольно, да? Еще до сих пор сохранились рисунки. Классно выглядит. И здесь вот есть второй этаж еще. Не знаю, что там было, может быть, тоже ресторан. Тоже видно вот рисунок. Здесь, оказалось, одежда продается. Магазин одежды. И, ну, вот слева, вот этот слева тоже. И тут это же, ну, и на второй этаже тоже. Сверху Аладдин до сих пор сидит. Не стали его снимать, да? Все, поехали домой? Да, поехали. Кстати, чуть-чуть вот распогодилось, как будто. Да. Да, теплее не стану. Рынок не работает, овощи мы не купили сегодня на Сомали. Сейчас поедем в супермаркет Южный. Там надо кое-что еще купить для дома. Мы приехали на супермаркет Южный, потому что последние дни мы были на разных мероприятиях, на день рождении, в гостях там на даче. И дома продукты закончились, поэтому сейчас чуть-чуть закупимся. Написали небольшой список. Да, я посмотрю, что там надо. Пойду в корзинку возьму. Давай. Что, по чем помидоры? 626 на ветке, пасту, 370. Я не стал телегу брать, с корзинкой удобнее. Да, у нас чай. Давай к чаю вот здесь посмотрим что-нибудь, кстати. Мы в прошлый раз брали, что, щербет или вот такое? Мы вот такое брали. Рахат лукум с сундуком, да? Да. Давай его возьмем. Он вкусный. Есть морковный, кстати. Давай попробуем морковный. Я за фундук. Тут тоже есть фундук? Ну давай, давай. Это два в одном. Видишь, что ты морковка и фундук? А вот смотри тоже. Дешевле. Тут 160 грамм. А тут 250. Здесь? Вот это, да. А вот это Азовская вообще хорошая. Фирма, да? Фирма, да. А вот есть клюква и кешьев. Козайка теперь поэндону. Каким? Ну да. Тут и сам выбирай. Давай халву еще возьмем. Вот здесь, мне знаешь, какая нравится? С виноградом. Вот такая вот тимоша. Сироки хорошие. Тоже сиропа, да? Смотри, бразильский орех. Попкорн. Ну это к этим напиткам? Да, 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 по-моему. Яйца здесь от 400 тенге, да? Да, примерно 400 тенге. Так, надо еще хлеб выбрать. Нет хлеба, который я люблю. Нету, который нам нравится? Ну давай что-нибудь. Ну давай что-нибудь. А, который сами покупают, да? Давай обычно такой вот. А он и есть, вот он. Просто он там свежеиспеченный и в такой бумаге. Специально тут в пакетиках уже. Мы решили воспользоваться кассой самообслуживания. Вот это в реальности. Удобно, на самом деле, касса самообслуживания, что вот там очередь, людей много. Здесь их 4, в принципе, кассы. Правда, одна не работает. Скажите, пришлось так вот на плед. 961. Все, да? Спасибо. Все, пробился. Чуть-чуть перехода не было. Все, вот здесь товар лежит, туда все перекладываешь, и тогда полностью он отображается. Пишет неверный вес. Ну, я тут пишу. Скорость товара. Скорость товара. Скорость. Платите, оплачивайте. 3667 у нас вышло. Ну, это мы бы уже показывали по вот этому чеку. Откуда вот как раз проходишь. А там маленький есть какой-то, вот все. Сделали закупку, говорю, идем дальше заниматься своими делами. А пока проезжали здесь рядом в городе, в одном из дворов, увидели, короче, большое такое бревно и решили взять его с собой, да? Вот оно. Привет, Русик. Мы оставим вот здесь вот. Так, где, видно? Вот такое бревно валялось, Рустан говорит. Да, я говорю, его надо, короче. Одно лежит вообще просто, практически на проезжей части, да, там, прям на дороге. Я думаю, что валяется, как раз его и убрать сразу, чтобы проезд был. И как раз, может быть, пригодится. Из него еще что-нибудь напилим. Какие-нибудь подставки, что-нибудь такое. Тарелки. Да. И вообще будет нормально. Вот так вот. Закупились уже чуть-чуть в Южном. Сейчас поедем за донерами, чуть-чуть проголодались. Не знаем, где взять. Или в Дагермен поехать, Дагермен. Турецкая кухня. Вот здесь сверху будет подсказка, мы делали как-то обзор. Очень вкусные донеры говяжьи. Либо на Арбат, да? Да. Давайте проголосуем. Я голосую за Арбат не потому, что я не люблю Дагермен, потому что там будет быстрее и очередь. Ну давай, поехали. Я в тебя не буду донер есть, но я за Арбат. Поехали, посмотрим, что там есть. Потому что Арбат считается один из самых старых. Вкусные, да, где-то. Мы выехали уже после восьми вечера. Но погода так, кстати, и не распогодилась. Да, холод пришел вообще в Караганду. Очень ветрено, холодно. Ощущение, как будто осень наступила. Как нам написали в предыдущем видео комментарии. День в майке, день в фуфайке. В Караганде ходишь. Это так оно и есть. Так, вот мы уже на подъезде. Подъезжаем. Вот здесь вот, вот, справа. Раньше был маленький киоско, сделали мини-кафе. Там можно сидеть кушать. Сеты тоже появились, я видела. Что-то отсюда цен не видно с улицы. Видно там? Нет, видно, видно, 1900 сеты. А, ну это сеты. Все, здесь машина. Короче, хотел я поснимать там внутри, как НАСА делают. Ну, что-то продавец был против, поэтому решили не снимать. Просто так взяли на вынос. Ну, как говорится, хозяин-барин. В принципе, мне-то все равно там. Кто был там, тот знает, как там, что. Как готовят, как, что расположено. Поэтому, в принципе, у нас люди в Караганде камерам еще очень относятся. Так пугливо, скажем так. Не привыкшие, что ли. Помните, мы показывали здание за ДК? Его уже достраивают. Все равно долго как-то строят. О, тут, смотри, для этих, для пешеходов такая вот. Ограждено, чтоб на голову там ничего. С навесом, да? Не упало, козырек такой, но... Долго строят уже. У нас в прошлый раз, когда мы здесь прогуливались по этому району, очень интересная такая прогулка получилась. Потому что здесь сталинские, по-моему, что ли, дома. Сталинские постройки очень интересные. Вот сверху подсказку отставим. Можно глянуть. И приезжал очень знаменитый блогер, по-моему, Варламов. Да. Он тоже отметил, что здесь очень интересная архитектура, балкончики в том числе. Именно вот в этом дворе. Мы его показывали. Да. Там такие красивые вырезки на балконах. Прям интересные дворы, я вам говорю. Вот это да, интересные дворы. Тоже были. Жан Плоф Лагман. По-моему, это заведение, короче. Это казахстанских блогеров. Да, алматинских, да? Они как-то приезжали, по-моему, то ли на открытие, то ли просто приезжали сюда, делали рекламу. Называется «Жан Плоф Лагман». Вот так вот. Кстати, вот торговый дом «Азад». Мы как-то делали здесь обзор на second-hand, сток на втором этаже. Здесь очень классные вещи, много чего интересного есть. Также ссылка будет сверху. Может, кто зайдет, посмотрит. Кто бывал, мне кажется, знает это место. У них два филиала. Один находится на Гоголя, а один вот здесь на Ерубаю. Прямо, да? Вот здесь. А, вот мы приехали. Короче, здесь находится ателье. Ателье воинток. Столько рекламы? Я не могу увидеть, где ателье написано. На одном участке. Слева, да? Нет. На одном углу. А там, так, не знаю, не видно. Нет? Давай, ладно. Пока прогуляемся, мы тебя подождем. А на самом деле, вот этот Варламов, видеоблогер. Историк архитектуры, блогер. Ну, то, что он ведет свои влоги, да? И он говорил про вот эту рекламу в Караганде, что на самом деле очень сильно город увешан в рекламе. Визуальный шум. Да. Визуальный мусор, да, он это называл. Визуальный шум, что люди уже на это не обращают внимания. Вот если бы одна реклама была, к примеру, там вот ателье, они бы обращали, да, на это внимание. А так как здесь просто все налеплено, люди даже это не считывают. Просто это вот забивает визуал. Они не обращают внимания и реклама, в принципе, становится однотипной и бесценной в плане, что она обесценивается. Не работает уже так, да, свое как бы не отрабатывает. И, соответственно, из-за этой рекламы теряется внешний как бы облик города, архитектура уже не выглядит так интересно, красочно, потому что все в рекламе. Напишите, как вы думаете, слишком много рекламы вообще в Караганде, именно вот этих баннеров или это нормально? Ну, вот один, например, элементарно, на углу дома. На углу дома, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и еще там сбоку десять. Еще вот здесь стоит одиннадцать, да? Еще вот стоит, да. Еще с той стороны. Но с другой стороны в такой подъезд непонятно, что внутри. Понимаешь? Ну да, просто то, что оно в разном стиле. Может быть, должно быть все в одном стиле, да. Скорее всего, должно быть просто в одном стиле. И все разных размеров, поэтому как-то оно так не смотрится. Не сочетается. Да, тут вот и школа какая-то есть, и нижнее белье сразу под школой, и мир жилья. И косметика, короче, все на одном пятаке. Это выглядит чуть-чуть как минимум... Просто вот он так и называют, что это вот визуальное шоу. Ну, а ладно, мы будем пить чай. Всем приятного аппетита. Красота ночная Караганда. Все, опять дождь пошел на проливу. А может закрыться окошко, чтобы меня дует. Холодно? Да. Ветер, да? Ощущается как плюс пять. Машин мало всего. На остановке никого. А, спрятались просто. Интересно, Макдональдс еще работает? Да, конечно. На парковке машин хватает. Да. Короче, накатались мы, накулялись. Приехали домой. Там дождь на улице идет. Сделали свои дела. Поэтому сейчас будем играть с Вероникой Винардой и слушать интересную, приятную музыку. Из пластинок у нас в приоритете сейчас Сандра. Это Рустаму больше нравится. Классная песня. Там знаменитая такая песня. Ее все слышали. Что-то At the night. In the heat of the night. Да, да, да. Очень классная вообще пластинка. А мне больше нравится Elton John и Julian Lennon. Вот Elton John вот такая вот пластинка, такой альбом. городской бродяга. А сейчас мы будем слушать Julian Lennon. Вот такая вот пластинка. На этом мы заканчиваем наш влог. Всем пока, увидимся. Всем пока.